Эти стройки на центральной улице Листвянки вызвали недовольство многих жителей поселка. Сегодня на площадках неожиданно тихо. Работы приостановили по решению суда, ведь на этих участках здания появляются незаконно. Стремительно растущий туристический бизнес на побережье Байкала буквально не дает покоя местным жителям. Сегодня о результатах проверок существующих и вновь появляющихся объектов им рассказывают в личной беседе сотрудники прокуратуры. Вот в магазин любой зайди и начинается вот там опять построили, вот никакого толку нет от того, что мы пишем. Некоторые вообще даже отказываются подписываться, боятся. Зачем это надо? Это все равно ни к чему не приведет. На самом деле они не правы, потому что власть даже принимает меры. И вот это просто видно, потому как они к нам стали приезжать, нам все рассказывать, разжевывать. Громкая музыка по ночам, не всегда приятное соседство с сотнями отдыхающих. Это лишь малая часть бед. Больше всего жителей, как и надзорные органы, беспокоят вред окружающей среде. Так, все 15 проверенных в этом году объектов не имели лицензии на пользование недрами. Минимальный штраф за такое нарушение для юридического лица – 800 тысяч рублей. По результатам проверки вот этих 15 объектов Листвянки, нами внесено 12 представлений, 9 из которых уже рассмотрены, удовлетворены, и нарушения либо устранены, либо устраняются. 15 фактов, вот все 15 объектов, которые мы проверили, все 15 объектов не имели лицензии как раз на использование скважины. То есть это одно из грубейших нарушений. Штрафы там колоссальные. По результатам проверки двум юридическим лицам и четырем индивидуальным предпринимателям назначено наказание в виде штрафов. В Иркутском районном суде на рассмотрении находятся еще шесть исков о приостановке деятельности объектов отдыха. Галина Соболева, Александр Барановский. Новости сейчас.